Полина Жилева приехала в гости к дочери из Иркутска. О том, что сегодня будут проводить тестирование, узнала еще дома. Говорит, что на Малой Родине подобные тесты на эрудицию очень популярны, и она ходит на них вместе с детьми. Решила не изменять своему увлечению, тем более, что организаторы сделали мероприятие полностью открытым. А народу уже интересно узнать больше. Столб народу приходит на обычные диктанты. Они в вузах у нас проводятся. Желающие попробовать себя разместились в двух гимназических классах. Их более 30 человек, в основном старшеклассники. За 45 минут участникам необходимо было ответить на 30 вопросов, которые касаются Конституции России, истории этносов, религий, народных промыслов, кулинарии. Мы живем в национальном крае, многонациональном крае очень. Мы живем в многонациональном городе. И кроме того, этот город принимает огромное количество гостей тоже разных национальностей. И не только тех, которые проживают в России. Поэтому любое знание языков, любое знание культуры, оно всегда будет приветствоваться. А тем более в таком городе, как Анапа. Педагоги говорят, что ответов не найти в школьной программе. Сергей Янукьян, потомок известного историка, говорит, что интересуется предметом, включая разные ответвления с самого раннего детства. Дома большая библиотека, кроме того, читает статьи в интернете. Мне кажется, там ничего такого трудного не было. Я люблю историю разных народов изучать. Ведь мы живем в многонациональной стране, и мы должны знать историю и культуру народов, которые населяют. И если ты увлекаешься этим, то ты сможешь это написать. Организаторы ожидают, что в просветительской акции «Большой этнографический диктант» примут участие около 40 тысяч человек в 85 регионах России. Тестирование анонимное в свой результат можно будет узнать по номеру 4 октября на сайте проекта. Там же разберут типичные ошибки. По итогам специалисты предложат скорректировать школьную программу по предметам, связанным с этнографией.